Дневник за 15 ноября. На Торринты поступило полное собрание вечеров с Владимиром Соловьевым, так что не совсем, конечно, выборочно ознакомился. Доставляет Соловьев в том плане, что он чередует постоянную консервативность и революционность, периодически начинает призывать свернуть английскую монархию, уничтожить американский колониализм и так далее. То есть ломает из себя анархиста, сам будучи, конечно, ближе к фашистам, он же правый, да, то есть он консервативный клоун такой. Англосаксов поливает в каждой передаче прямо как Геббельс Соловьев. И, кстати, отсюда выводы какие, что надо быть за англосаксов, а не умнее. Я вот сам ни с какой стороны не англосакс, живу в РФ, но надо же быть за умных, а вот они как раз умные. Вот судя по тому, какие комедии Соловьев ломает, да, как придурка строит из себя героически, значит, англосаксы, которых они ругают, значит, вот они умнее. Но они потому и господствуют, что не обманывают себя всякими вот такими пропагандистскими сказками, которые на Востоке в изобилии. Каждый восточный народ про себя сочиняет, что он великий, но это и говорит о том, что он слабый. Великим не надо про себя сочинять, не надо это доказывать, что они велики. Вот англосаксам не надо доказывать, что они велики. Потому они как раз во всем мире и господствуют. Потому они всех и победили, что они врали. Когда что-то не работает, вот тогда остается закатывать глаза, врать, призывать несуществующих богов. Когда что-то работает, изображать, что работает нет необходимости, оно и так работает. То есть у американцев деньги и так есть, им не надо стоять и что-нибудь там брать. Вот поэтому у нас отсталые страны консервативные, а развитые страны прогрессистские. Поэтому за развитыми странами и нужно идти. Консерватизм заведомо позиция не только проигрышная, но и лживая. Что мы в лице всех этих лживых пропагандистов и видим. Вообще так много из себя мужика строит, что пора бы уже Соловьёву на фронт и на деле доказать, какой он храбрый и мужественный. Вот такая вот подчеркнутая брутальность Соловьёвская, она бы ему в окопах пригодилась. Ему надо сняться именно, по-моему, на фронте, так вот под пулями. Потому что даже такой, это самое, нежный, интеллигентный Комаров, журналист украинский, он на фронте точно был. И прямо стоял прямо на линии. А Соловьёв строит, если я чёрт знает, что кого-то хулигана на фронте даже и не был. Но всё, конечно, не смотрел. Отрывки, такие потоки откровенного вранья, конечно, банально скучно смотреть. Может быть часа два только этого Соловьёва посмотрел, не больше. А там часов, наверное, 300, наверное, этого Соловьёва. Как эти бедные россияне это выносят, у которых телевизор, это невозможно себе представить. Слушал лекции физико-атомного ядра и частицы МГУшные. Ну, а что мне интересно показалось, внутри протона, протон же в школе практически как шарик рисует, там какие-то кварки, тоже шарики. На самом деле там внутри сложная структура, которую они определяют, рассеивая нейтрино по протону. Вот там эти все всевозможные частицы, как кварки, так и пионы, они на самом деле не просто как шарики нагромождения. Они там соединены какими-то связями, там есть узлы, вот пример, собственно, протона. То есть протон сам по себе это какая-то сложная штука внутри, а не просто там нагромождение кварков. Также и ядра, между прочим, тоже. У нас обычно в школе ядра рисуют просто как вот там в кучу навалены протоны и нейтроны. Они там не в кучу, а они там образуют тоже такие вот комочки отдельные. Причем они различаются в зависимости от разных подтипов этих. Даже у одного элемента разная структура ядер может быть. Это вот кластеры легких ядер, а, естественно, тяжелые ядра еще больше всяких кластеров имеют. Причем структура влияет, допустим, на различные ядерные реакции. В зависимости от того, какая у него структура была, будут разные. При ядерной реакции будут разные результаты. Из всяких документалок смотрю «Человеческий разум». Это по нейропсихологии, но документалка. Вот там интересно, я не знал. Значит, сделали компьютерную модель мозга младенца. Вот эта девочка, это не компьютерная графика, и тем более не настоящая, а там прям есть модель мозга. И в зависимости от разных событий в модели ее мозга, она демонстрирует разные эмоции. Но сделали младенца, чтобы речь не имитировать. С речью совсем плохо сейчас. Пока с речью не разбрались, как она работает в мозгу, а вот с эмоциями более-менее разобрались. То есть, там просто имеется модель мозга компьютерная, как машины. И она полностью изображает на лице вот этой виртуальной девочки все эмоции, какие надо. И всевозможные реакции, если там с ней разговаривать, что-нибудь ей там сказать или с ней не общаться, она будет каким-то образом реагировать, эта модель. В целом, все подтверждает исходный тезис Уильяма Джеймса, о котором я говорю, что эмоции – это чисто физиологические переживания, они не содержат в себе никакой совершенно души. Потому что в данном случае просто имеется модель работы мозга, как химической машины. Там параллельно с этим лицом девочки показывают модель. И вот эта модель чисто машинная модель, то, о чем мечтали еще просветители 18 века, то, что человек – машина. Вот эта машинная модель, она работает определенным способом, и мы видим какие-то эмоции. Вот, пожалуйста, эта девочка, она улыбается, боится, плачет. И на 100% в этой модели все физиологические изменения видны. То есть нет какого-либо содержания, за исключением химического, ни в одной из наших эмоций. К счастью или, может быть, к сожалению. Поэтому этот уровень совершенно машинный у человека, и так и должен восприниматься. Вот точно так же, как вообще тело, так сказать, это машина, и работает само по себе, и нам не подчиняется. Вот оно там требует, давай мне там еды, давай мне там того-сего, и часто еще и неправильно работает, и болеет, и мы не можем его заставить правильно работать, наконец. Но точно так же эмоции – это все то же самое. Это просто машина, которая детерминирована генетически, и это система каких-то реакций на окружающую среду, и часто тоже идиотских, и нам не нужно. Все мы знаем, что мы постоянно с эмоциями боремся, да? Потому что эти реакции идут сами по себе, машинным образом, и нам, на самом деле, они не нужны, как понимает, собственно, разум. Ну и вот они механических можно моделировать, и компьютерную модель построить. Из сериалов посмотрел путинский сериал «Воснецово», правда он переделанный французский, и там французская периодически вылазит. Но он довольно такой уютный, спокойный, интересный, местами. Как обычно, всякие французские ситуации перенесены в нашу реальность. Иногда так все торчит, что у нас этого ничего нет. Что-то такое из мира демократии и бизнеса. У нас не демократия, не бизнес, на самом деле. Ну и показательность, что все-таки это про мента, да? Это про женщину-мента, играет, по-моему, Михалкова же она, да? Почему про другие профессии в путинской России ничего хорошего такого не снимают, позитивного, а только вызывают симпатию к ментам? Ну вот еще про ментов, но интересно. Это сериал «Бизон», где безруков играет стильного советского следователя. Это 70-е, начало даже, по-моему, 70-х, судя по всяким хиппи и тому подобное, и по одежде. Много реалий этих 70-х. Общество имитирует равенство, но на самом деле сильно дифференцировано советское общество. И там на самом деле все есть. И наркомания, и гомосексуализм, и порнография. Все на самом деле есть, как на Западе, но скрывается. Вот такое общество тотального лицемерия неплохо показано. «Бизруков» скорее играет такого следователя Жеглова, но при Брежневе. Он такой достаточно брутальный, прямой и хамский, и хорошо понимает, как на самом деле советское общество работает, и что там на самом деле есть, и расследует, соответственно, эти самые преступления советские. Но не знаю, насколько удается ему имитировать Высоцкого. Он же, по-моему, Высоцкого-то уже и играл. Ну, интересно, по крайней мере. Интересно тем, что реалии советские достаточно критично показаны, и наше поколение более-менее их еще и помнит. Продолжаю Быкова читать, так как Акунина нового нет. Быкова в хронологическом порядке читаю, и дошел до его романа «Правда». Задумка интересная. Между прочим, роман «Правда» интереснее предыдущего романа «Орфография». Орфография слишком затянута. Я про него рассказывал, но он слишком длинный, уж там читаешь, не знаешь, когда уж наконец кончится все одно и то же. Быков вообще затягивает роман. Я уже третий затянутый роман Быкова читаю. «Правда» вроде хорошо идет. «Правда» там такая задумка, что рассказывается якобы настоящая история РСДРП, а там все на самом деле были, короче, воры, разбойники, мошенники. Самый главный мошенник был Ленин, оказывается. То есть у Ленина вся биография, короче, придумана. На самом деле он был просто шулер. Этот, блин, в Сибири, в Шушенском он на самом деле золото мыл, и там эту воровку мошенницу Крупскую подцепил и так далее, короче. Ну вот примерное описание жизни Владимира Ильича. И связался он, естественно, с большевиками, чтобы стать императором. И вообще очень хорошо, еще больше, так сказать, на всей России устроить. Ну и вот прекрасная сцена, как Дзержинский. То есть на самом деле РСДРП возглавлял Дзержинский по бокову, да? И вот Дзержинский с Лениным делят доходы от партии на 25%. Значит, Владимиру Ильичу. Ну там много и других смешных ситуаций про Горького с Андреевой, естественно, пародия есть. Ну понятно, что это пародийный роман на историю РСДРП, но как раз вот недавно по хроникам тут были эти все события частично. Ну и несколько раз они были. То есть тут были курсы по гражданской, по началу века. Вот недавно были персоналии 20 века. Так что все узнаваемо, а узнаваемость это лучший такой способ, чтобы художественное произведение тебе понравилось. Так что мне нравится прикольный Быков, хорошо стебется над вождями, изображая всех абсолютно жуликами. Дзержинский у него любит детей прямо вот в физическом смысле. То есть Дзержинский у него педофил. Дзержинский же у нас известен, потому что он курировал беспризорников, и, так сказать, был человек, который любил детей. Ну вот он там изображает Быков, как Дзержинский любит детей. Ну а Владимир Ильич Ленин это просто аферист международного масштаба. Быков. Ну и все прочие тоже, естественно, все обосраны. Ну ничего так прикольно читается. Быков, кстати, почему-то неизвестен достаточно был. Сейчас вот после того, как интеллекция начитал, на торренты поступили, вроде как ничего, так умный парень оказался. Так что вот читаю потихоньку роман его, и правда мне нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!